29 февраля президент огласит послание Федеральному собранию. По словам главы государства, это будет постановка задач на ближайшие 6 лет, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Эксперты прогнозируют, что президент обязательно затронет тему СВО, итоги и цели. В прошлом году в своем послании Путин поручил регионам создать фонд государственной помощи семьям участников специальной военной операции. Самарский бизнес-инкубатор проводит 51-й конкурс на резидентство, пишет телеграм-канал Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары. Будущими резидентами бизнес-инкубатора могут стать предприниматели, зарегистрированные на территории города и ведущие свою деятельность не более трех лет. Резидентство – это реальная возможность для бизнесменов сэкономить на аренде и обустройстве офисов, а также получить профессиональную юридическую и бухгалтерскую поддержку. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта. Телефон для справок 8 846 205 25 51. Хорошая новость для студентов, которые получают повышенную академическую или социальную стипендию. Размер этой выплаты с этого года не должен быть ниже прожиточного минимума, то есть 13 919 рублей. Если сумма меньше, ВУЗ ее скорректирует. Письмо об установлении минимального размера стипендий Миноборнауки России разослала высшим учебным заведениям страны. Рекомендация ведомства касается студентов 1-го и 2-го курсов бакалавриата и специалитета, информирует телеграм-канал Красноглинского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова